От сквозняков и незваных гостей огромный выбор стальных дверей. Отличное качество, низкие цены. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и оптовиков. Стальные двери «Империя». Вокзальная 3, рынок «Мегастрой». Павильоны номер 6, 19 и 70. Мы рассказываем о том, что произошло в Чите и Крае за минувшие сутки в эфире «Время. Че». В студии Марина Лиханова. Здравствуйте, спонсор выпуска «Торговая сеть «Империя». Краевой суд вынес приговор двумогоченцам. Они обвиняются в убийстве своего подельника, вместе с которым забили чужую корову. На преступление мужчины пошли после того, как узнали, что полицейские заподозрили их подельника в хищении скотины. Забить чужую корову и вывезти ее в лес для разделки туши. Такая идея пришла в голову Виктору Макрееву и Андрею Смирнову летом 2015 года. Совершить задуманное удалось. Корову убили из ружья Макреева, а вот вывезти своими силами в лес не смогли. Слишком габаритной оказалась туша. Тогда на помощь пригласили общего знакомого Дениса Стрельцова, которому принадлежал грузовик ГАЗ-55, и который согласился погрузить скотину за часть мяса. Все прошло по плану, добычу поделили. Однако чуть позже Макреев и Смирнов узнали, что их приятель на крючке у следователей, которые ведут дела о похищении коровы. Опасаясь за то, что подельник может их выдать, преступники не нашли ничего лучше, как избавиться от соучастника. Взяв то же ружье, из которого убили корову, Макреев и Смирнов попросили Стрельцова о встрече. Тот, словно предчувствуя смерть, уходя, сказал близким, лишь бы не прирезали. С тех пор его никто не видел, и тело так и не нашли. Убийцы встретили Дениса в условленном месте и застрелили приятеля. Когда следователи вышли на них, оба признали свою вину в краже, а вот убийство отрицает и тот, и другой. Поскольку тело не было обнаружено, подсудимые полагали, что их по убийству Стрельникова оправдают, судя по их реакции. Показания, естественно, у них были о том, что они к этому не причастны. Они Стрельникова встретили, посадили в машину и отвезли к дому Перцева. Там его высадили. Вот была их позиция меток. Однако даже сокрытие трупа не помогло подельникам избежать наказания. В ходе следствия выяснилось, что после убийства Макреев и Смирнов катались на машине с девушками, и одна из них заметила в багажнике что-то похожее на тело, завернутое в целлофан. Чуть позже подруги увидели, как в лесу мужчины достают из авто что-то тяжелое. По свободности совершенных преступлений, в тём частичном сложении наказания, назначить Макреева Викторову Сергеевичу, решение свободы на срок 18 лет, с ограничением свободы сроком 1 год 9 месяцев, назначить Смирнову Андрею Александровичу, решение свободы на срок 15 лет, с ограничением свободы сроком 1 год 9 месяцев. После оглашения приговора осуждённые не могли стоять на ногах, держались за головы. Они до последнего надеялись, что отсутствие трупа хоть как-то поможет им избежать наказания. Остаётся непонятным, чем руководствовались Макреев и Смирнов, когда из-за убийства коровы, которая могла стоить им незначительных сроков, они пошли на более жестокое преступление. Артём Кондратьев, Максим Блобачёв, ЗАПТВ. Закуску выменил на бутылку. Дерзкое ограбление совершил 46-летний житель Первомайска. Мужчина якобы бродил по подъезду жилого дома и искал квартиру своей знакомой. Заметил, что одна из дверей на площадке приоткрыта. Ситуацией тут же воспользовался. Когда он зашёл в квартиру, путь ему преградила пожилая женщина, которую он технично оттолкнул в сторону и проследовал на кухню. В корзину грабителю из холодильника отправились ветчина, масло, сливки, несколько банок тушёнки и сайры. Вышел злоумышленник тем же ходом, беспрепятственно. Когда же бабуля пришла в себя от дерзости налётчика, обратилась в полицию. Мужчину задержали. Только награбленное он уже успел сбыть, а на вырученные рубли купил спиртное. По факту возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы сроком до 4 лет. Золото ценнее жизни. Двое жителей Тунгокочинского района пойдут под суд за убийство напарника. Мужчины промышляли незаконной добычей золота. Работали в одной из заброшенных шахт неподалёку от посёлка Вершина-Доросунский. В один из дней приятели не поделили горнодобывающее оборудование, никак не могли определиться с хозяином. Спор решили по ножовщиной. Так называемые коллеги по цеху нанесли потерпевшему множественные ранения. Тело убитого спрятали в заброшенной шахте. В мае этого года по факту безвестного исчезновения потерпевшего было возбуждено уголовное дело. Страшные обстоятельства вскрылись позже. Подозреваемых в убийстве сразу же задержали. И о ситуации на дорогах края. За прошедшие сутки зарегистрировано 34 ДТП. Четыре человека получили травмы. Сотрудники ГАИ выявили 809 нарушений правил дорожного движения. В Чите на улице Богомягкого 42-летний водитель Тойота ВИЦ сбил пенсионерку 1931 года рождения, переходящую дорогу по пешеходному переходу. 89-летняя женщина получила различные травмы. В Шилке на улице Толстого водитель иномарки допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Велосипедист с травмами госпитализирован в больницу. Велосипедист с травмами госпитализирован в больницу. На сегодня у меня все. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова